Добрый вечер, я Дмитрий Вахницкий, это программа «Дайте жалобную книгу». Сегодня мы поговорим о противостоянии прогрессу и попробуем разобраться, откуда берутся цифры в квитанциях терраспольчан. Жильцы одной из столичных девятиэтажа бьют тревогу, соседний с ними магазин застит свет в их окнах. Полгода назад между двумя зданиями торгового мебельного центра началось строительство. Людям, обеспокоенным сорванной тротуарной плиткой с привычного маршрута от дома до ближайшей остановки, не сразу, но объяснили, идет возведение переходной галереи. И попросили не беспокоиться, стеклянная конструкция будет пропускать свет и не перекроет распольчанам выход на улицу Карла Литникта. Однако надземная галерея, по словам жителей трехсотого дома, оказалась намного выше, чем было указано в проекте. Подробности – противостояние прогрессу за место под солнцем в нашем репортаже. Это мой летний кабинет. Я инвалид второй группы. И только летом здесь я отдыхаю и смотрю все. А сейчас запечатали меня. Как в тюрьму меня посадили. Ходить я не могу. Мне плохо. Я ничего не вижу. Только одну стенку сейчас буду видеть. И все. Тот же вид, по словам ветерана труда Виктора Рыбникова, открывается и из окна следующих над ним четырех этажей. Серо-белый пейзаж из бетона и пластика, конечно, угнетает, сетуют жильцы трехсотого дома. Но больше всего обижает другое. Что нам очень обидно, что когда началась эта стройка, никто с нами не разговаривал, не вышел в народ. Как будто здесь мы никто. Понимаете, вот что самое обидное, что с нами никто не считается. Как-то надо было разговор вести, как-то надо было в люди выйти, как-то надо было с людьми посоветоваться. Мы ходим, возмущаются, они поднимают стены. Мы говорим этому строителю, начальнику стройки, мы говорим, что вы делаете. Он говорит, мы вам все хорошо сделаем, мы вам сделаем дорожку с плиткой. Здесь ущемлены не только права, а вообще достоинства человека. От внешнего мира, говорят местные жители, их теперь отделяет почти крепостная стена. Ее, по их словам, возвели в считанные дни в самом спешном порядке. До ближайшей остановки общественного транспорта терраспочане теперь добираются вдоль старого здания магазина «Фаворит». Закрыт весь белый свет у нас, понимаете? И вот я на костылях, и теперь должна вот так вот обходить на остановку. На этих ступеньках? Да, на этих ступеньках. Так было, выйдешь вот раз и прошел. Строители заверяли, по завершении работ для удобства местных жителей откроют целых два прохода в стене галереи. Абсолютно нет прохода. Оставили нам полтора метра, а это значит, что это ничего. Это будет, извините за выражение, что я так скажу, но рядом у нас круглосуточный магазин, это будет место для туалета. Как нам жить? Машины не могут подъехать только с одной стороны, а если, не дай бог, что-то случится, даже та пожарная. Жильцы трехсотого дома говорят, на их тревожные заявления по поводу развернутого строительства из госадминистрации пришел обнадеживающий ответ. Цитата. «При возведении надземной галереи общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» будут сохранены все подъезды для аварийного и специального транспорта». Свежая штукатуренная стена это обещание обесценила. Они строят не по норме и правде. От здания до их. Не здание должно быть 15 метров. 10 метров. Ну пусть будет 12. Ну от силы. Ну нету 12. Разрешение есть только на галерею надземной. Они построили капитальный ремонт, то есть капитальную стену и вообще закрыли полностью. Все закрыли. Четыре этажа глухонемые теперь. Не продать, не посмотреть в окно. Что еще говорить? По поводу, кстати, детской площадки. Строили магазин, площадку обрезали. Я тоже жилец этого дома, этого подъезда. Тоже я не согласна с этим строительством, так как обещали, будет галерея только по второму этажу, будет галерея с стекляными стенами, будет нам виден свет, будет видна улица. А как видите, все замуровали. О проблемах и перспективах строительства с ними по соседству жильцы 300-го дома не раз пытались побеседовать с директором мебельного магазина, но безуспешно. Такая встреча наконец состоялась. На заседании комиссии Горсовета по архитектуре и градостроительству там подтвердили. Застройщик, общество с ограниченной ответственностью фаворит, получил разрешение только на строительство надземной галереи. Других документов на сегодняшний день у застройщика нет. Но застройщик фаворит вошел в госадминистрацию с заявлением о разрешении ему внесения корректировки в проектную документацию по строительству устройства первого этажа переходной галереи. Из каркасно-ветражного остекления, то есть с устройством двух проходных мест для пешеходов. В настоящее время проект решения находится на согласовании. Иными словами, все наземные строительные работы незаконны до получения разрешения от всех соответствующих служб. А это дело времени. Проект строительства переходной галереи магазина «Фаворит» уже находится на согласовании в управлении аварийно-пожарной службы и центре гигиены и эпидемиологии. Строительства там не будет. Значит, вы на первом этапе, я скажу вам честно, победили. Вы приостановили здесь. Подождите, вот теперь подождем, теперь дальше будем смотреть. Пока готовится проектная документация, застройщик приостановит, потому что есть решение главы госадминистрации. Он не прав в том, что он делал без разрешения главы администрации. За это, я не знаю, там, отдел архитектуры вынесет ему там согласно административного кодекса, может? В принципе, он будет принят в административную ответственность. Да, административная ответственность. Если есть юристы в фирме, они уже определяются с этим вопросом, кто за это понесет наказание. Либо будет штраф, либо будет предупреждение. Это решает админкомиссия. Данный магазин, который сегодня строится, да, в каком-то мере ущемляются права жителей. Но, с другой стороны, если посмотреть на это, действительно, город растет, город развивается, город строится, благоустраивается. Данные строения, они все-таки показывают, что город растет, красивеет. Да, это правильно. Будет красиво, выстроено здание, все правильно, все хорошо. И будет там налоги платить, и все нормально. Но почему все это, что делается для того, надо, чтобы нас заточить вот в этой клетке? С этой стороны дом, с этой стороны застройка, с этой стороны застройка. Обсуждали на встрече и вопрос инсоляции 300-го дома. По мнению членов комиссии, все требования по естественному освещению жилого здания сохранены. Скажите, пожалуйста, если расстояние между их тортом дома и между стройкой 8 метров, 7 метров, и если написано в разрешении закрытый второй, третий этаж, а галереи закрыли четвертый, пятый, шестой и шестой этаж, о какой инсоляции может быть речь? Те решения, которые были приняты по второму этажу, они соответствуют всем строительным нормам, не нарушают инсоляцию 9-го этажа. Согласно СанПино, Министерство здравоохранения, которое сегодня действует, если в двухкомнатной квартире, в одной из комнат, минимум 2,5 часа, свет попадает, эта инсоляция по нормативам проходит, понимаете, не мы хотим где-то вас учинить еще. Есть нормативные документы, которые четко проработаны не нами, а 20, 30, 50 лет назад, и просчитаны от и до. Поэтому мы сегодня верим документам. Чем старше документ, тем легче ему верить. Его справедливость подтверждена годами и целыми поколениями – строителей и управляющих организаций. По мнению самого застройщика, переходная галерея заслоняет жильцов 300-го дома только от негативных внешних факторов. У нас около 12 метров от галереи до их здания. И в ответ на то, что вроде бы как им что-то закрыло, я говорю, да, мы закрыли вас от дорожной пыли, от выхлопов газа, от шумов автомобилей. Вы можете спать спокойно. Я думаю, что многие уже граждане ездят по Европе и по другим странам. И вообще, когда через город движется, проходит, проложена дорога, такая магистральная, как у нас, Одесса, Кишинев, их просто-напросто закрывают от граждан во избежание шима, пыли, оксидов, свинца, пластиковыми заборами высотою от 8 до 10 метров. Тем самым обезопасивают граждан от тех же шумов, от лишних, от вибраций и от выхлопных газов, и от банальной пыли. Почему у нас граждане хотят жить у дороги и считают это хорошим пейзажем? Идея строительства такого перехода, по словам директора магазина, возникла по многочисленным просьбам покупателей. Для обозрения полного ассортимента мебели им пока приходится выходить на улицу от одного здания магазина до другого. В мороз и непогоду, подчеркивает Николай Коломеец, это значительное неудобство для его клиентов. Что же касается возможного с появлением такой галереи дискомфорта, для самих обитателей 300-го дома, то он готов его компенсировать. Мы предложили им ихний двор превратить в парк. Они почему-то сказали, что им это не надо. Хотя двор заросший, деревья старые, мы иногда даже не слушаем их, иногда прорежем его, потому что кустарник просто превращается в мусорные свалки. Предлагаем им поставить скамеечки там, пока разрешения от жителей мы не получили. Детскую площадку, находящуюся за их домом, мы обустроили несколько лет назад. Сейчас весной мы ее опять обновим. То есть то, что вокруг нашего магазина, вокруг нашей фирмы, мы не глядя на то, что говорят граждане, мы так или иначе пытаемся содержать в хорошем виде. Вы видели и газончики, и сосенки красивые, строящиеся, и цветы. Так должно быть. Город должен быть красивый. С этим не спорят и соседи-фаворита. Свой город они любят не меньше. Вот и зеленую зону вокруг дома, по их словам, создавали сами, сообща. Когда началось строительство второй здания фаворита, было, значит, аллея, и вот здесь возле нас 55 штук деревья. Все они спилили, когда еще строили теплотрассу. Потом он обещал, что посадят. Ни одного не посажено. Ни одно дерево. Значит, одно дерево осталось, вот липа с той стороны. Я в пять часов утра вышел, они начали копать ее. Я выскочил, извините, голый и начал на эту охранника. Что ты делаешь? Он говорит, мне сказали выкопать. Я говорю, уберись, а то я сейчас позвоню в милицию. С помощью сотрудников экологической милиции жители дома отстояли молодую липу. И сегодня дерево играет роль пограничного столба в этой зоне отчуждения. А для жителей второго, третьего, четвертого и пятого этажей это еще и единственный живой элемент пейзажа на фоне научно-технического прогресса. Жители Кировского микрорайона уже второй месяц ломают голову над задачей коммунальной бытовой важности и неожиданно высокой сложности. Их собственные расчеты за количество потребленной электроэнергии на общедомовые нужды не совпадают с данными управляющей компании. Именно ее специалисты каждый месяц снимают данные с приборов учета и составляют отчеты по оплате за электроэнергию. Почему в подъезде горит все меньше лампаджика за общий свет на лестнице приходится платить больше, узнавала наша съемочная группа. Не объясним, но факт, говорит Ольга Моисеенко. По ее расчетам, за свет на своей лестничной площадке в этом месяце она должна была заплатить 5 рублей 17 копеек. А в квитанции на ее имя указана сумма почти вдвое больше – 8,35. Такая же ситуация у всех жильцов 75-го дома по улице Калинина и еще в 10 окрестных домах. За лифт и за свет 696 было. И, в общем, на 56 множить. Поделили на 55. Должно быть по 4 копейки, 0,4 человека. А высчитали 7 рублей и 8 копеек с квартиры. У нас в сентябре взяли 568 киловатт нагорело. Мы их разделили, ой, умножили на 56, 0,56 копейки разделили на 56. У нас вышло за каждую нужно платить по 5,70, но у нас взяли по 9,60 и выше. И как? Вот мы хотим разобраться, просто чтобы как-то дали ясность, за что берут деньги. У нас и света в коридоре мало горит, лампочек мало. Выключаем, экономим. У нас в площадках вообще не горит свет. Две лампочки. Разве может нагореть на квартиру по 5,17? Призвать к ответу местную управляющую компанию, говорят жители Кировского микрорайона, пытались многие, если не все. Так Виктор Овсейщик всем своим тратам электроэнергии ведет самый строгий учет. Поэтому он всерьез взялся за расшифровку в бухгалтерии в начислении этого вида коммунального платежа. У меня в квартире 6 источников потребления электроэнергии. 4 электролампочки, телевизор и холодильник. Ну я как одинокопроживающий стараюсь экономить. Включил, выключил. Я за всю потребляемую электроэнергию в течение месяца я плачу не более 10 рублей. А мне выставляет счет 7 рублей за какую-то лампочку, или это иллюминация какая-то, или прожектор какой-то. Это одна сторона медали. Я обратился в Объединенное управление жилищного хозяйства. Мне еще и показали, что фикцию, что в этом доме, 57Б, которым я проживаю, проведено собрание, в котором присутствовало почти 50 или 60 человек, где одиногласно было приятно оплатить именно по этим суммам. Такое собрание – это фикция. Самая элементарная фикция. Кто написал это решение в собрание или выписку в это собрание, никто не знает. Фиктивный протокол общедомового собрания, только уже по адресу Калинина, 62, нам показали в Тираспольской жилищной эксплуатационной управляющей компании. Именно этот документ определяет форму расчета за использованное электричество по площади дома, количеству квартир или же прописанных в них жильцов. Выбор окончательного критерия своей подписью должны подтвердить все жители дома, чего зачастую не происходит, а как платить за электричество на общедомовые нужды зачастую решает управдом один за всех. Так как протокол собрания жителей этого дома оформлен ненадлежащим образом, следовательно, он не имеет юридической силы. В данном протоколе отсутствуют подписи жителей, сейчас продемонстрирую его, что противоречит 53-й статье ЖК ПМР. После предоставления правильно оформленного протокола, начисления будут производиться согласно принятого решения жителей дома. По словам директора столичного ЖУКа, ежемесячный расчет населения за электроэнергию на общедомовые нужды в стопроцентном объеме перечисляется на расчетный счет террасовских районных электросетей. Все расчеты по начислениям за электричество с мая по сентябрь 2013-го прошли контрольную проверку. Нарушений выявлено не было. В настоящее время произведен контрольный съем показаний приборов учета в присутствии председателя домовых комитетов, также я вам его предложу. С целью проверки правильности начисления платежей за электроэнергию желающие могут принять участие в производстве расчетов текущих начислений данных платежей. По словам директора ЖУКа, процедура начисления оплаты за использованную электроэнергию сегодня максимально прозрачна. Все начисления по потребленной электроэнергии на общедомовые нужды по каждому дому будут размещены на официальном сайте МУПЖУ города Террасполя. По всем интересующимся вопросам, просьба обращаться в управляющую компанию к нам или в бухгалтерию по квартплате, также в приемную. Мы готовы будем принять и выслушать жителей, также разъяснить, показать все начисления. Что же касается расхождения личных расчетов террасполчан за общедомовое электричество с официальными данными, то ошибку в этих расчетах в управляющей компании определили легко. Все дело в одной седьмой доле, ее-то и не учли жители Кировского микрорайона. Правда, вопрос о ее происхождении переадресовали в ТРЭС. 1 января 2013 года был правительством принят механизм для оплаты за коммунальное освещение такое, что электросетевая организация должна была начинать снимать показания приборового отчета на коммунальное освещение, на лифты и так далее. И выставлять потом в своих же квитанциях за электроэнергию, которую они платят по своему основному счетчику, также и вот эти платежи за коммунальное освещение, лифты. Через буквально три месяца, в феврале, в марте, это был механизм отменен, так как много жителей стали недовольным этим. Этот механизм был остановлен, приостановлен и вернули к тому, как он был ранее. В минувшем марте в силу вступил новый приказ службы энергетики. В нем разъяснялся новый порядок и механизм съема показаний и расчетов за потребленную электроэнергию на лифты и места общего пользования. Но с января по мае этого года такие платежи не производились. В мае фактически был введен новый механизм. В связи с сменой вот этой, да, порядка съема и выставления расчетов. Соответственно, люди с января по практически апрель включительно не заплачивали электроэнергию на коммунальное освещение и лифты. Эти показания зафиксированы. Теперь, соответственно, опять же с указом 145 службы энергетики, где там же прописано, что этот долг, так скажем, да, сформировавшийся за 4 месяца равными долями должно быть выплачено до ноября месяца. Соответственно, это разделили на 7 месяцев. Соответственно, вот те предыдущие киловатты, которые были потреблены жителями на коммунальное освещение и лифты с январь по февраль, делятся равными долями на 7 частей и выплачиваются дополнительно к ежемесячным показаниям за потребленную электроэнергию июль, август, сентябрь, октябрь и так далее. В данном случае, по мнению специалистов, 1 седьмая доля – это оптимальный вариант решения большой проблемы минимальными средствами. Если бы долг за неоплаченную в течение 4 месяцев электроэнергию пришлось выплатить в мае, сумма была бы намного больше. Это было бы, конечно, очень большое потребление. Это бы за месяц и плюс еще 4 потребления за предыдущие месяцы. Конечно, для того, чтобы не нагнетать и уменьшить немножко сумму платежей для населения и сгладить немножко, так скажем, этот переходный период, эту заминку, которая была, вот эта седьмая часть, она и стала. Есть и хорошая новость. Последний расчет за электроэнергию на общедомовые нужды с учетом 1,7 доли терраспочанам предстоит уже в ноябре. Затем они снова будут оплачивать текущие показания электросчетчиков. Их нынешние расчеты по коммунальным платежам наконец совпадут с данными квитанции. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok